Вчера качели были сломаны, пошла домой, принесла верёвку, давай завязывать, чтобы у меня внучка каталась. Это куда дело годится? Ржавые, шатающиеся конструкции, металлическая горка с вмятинами и болтающимися бортиками, перекошенная песочница без песка и сломанные качели. Дополняет эту удручающую картину детской площадки в Уфимской Нижегородке вывеска с утратившей цвет надписью «Мир детства». Это что за горка? Это безобразие, а не горка. Будем бить колокола, когда с кем-то, с ребёнком случится беда. Песок привезли. Глина, глина, а не песок. Этой детской площадке уже четверть века. Рядом проходит дорога, по которой за день проезжает множество автомобилей. Но предусмотренное ограждение никто не устанавливал. Местные жители вынуждены были самостоятельно соорудить его из старых покрышек. 25 лет как поставили эту площадку, сделали колёса, вместо ограждения сделали колёса. Это что такое? Жители неоднократно обращались в местную администрацию. Чиновники даже обещали, что примут меры, но ничего не меняется. Вначале мне сказали, что Зоя Петровна всё это будет. Это было в мае первый раз. Потом, значит, звонила 31 июня, 31 мая, что завтра 1 июня, день защиты детей. Привезите хотя бы песочек. Нам некогда, она ответила. Нам не до этого. Вот и всё. Тогда чиновники предложили жителям поучаствовать в программе поддержки местных инициатив. Это значит, что уфимцам нужно разработать проект детской площадки и победить с ним в конкурсе. Но есть одно обязательное условие. Необходимо софинансирование со стороны населения. Мы писали, мне сказали, ну я бываю на собрании в администрации, сказали, нужно определенную сумму собрать. Это, по-моему, 10% от стоимости, какую площадку мы хотим. 150 тысяч нужно собрать. 150 тысяч. Район, конечно, большой, но многие ближние, которые мне говорят, что собирать не будем, так как почему бабушки должны собирать на нашу площадку, а со всей Нижегородки приходят сюда. Мы обратились в администрацию Ленинского района Уфы и узнали, какая судьба ждет детскую площадку. Чиновники ответили нам, что уже запланировали в июне выполнить первоочередные работы. Это покоз травы, покраска и ремонт элементов детской площадки и завоз песка. Что касается новой современной площадки на резиновом покрытии, мы жителям предлагали действительно рассмотреть возможность участия в республиканском конкурсе по реализации проектов поддержки местных инициатив. По этой программе можно реализовать проекты, подчеркну, инициированные жителями. И победившие проекты получают субсидию из бюджета республики на реализацию проекта в сумме до 1 миллиона рублей, из бюджета города до 150 тысяч рублей. И согласно условиям этой программы, обязательно участие населения. Максимальный балл дается при финансовом вкладе населения 10% к республиканским средствам, то есть это до 100 тысяч рублей. Средства населением собираются только после того, как будет известно, что этот проект победил. Похоже, что современная детская площадка у жителей Нижегородки может появиться только в случае, если они смогут объединиться вокруг общей проблемы и собрать необходимую сумму для участия в проекте поддержки местных инициатив. Наша редакция будет следить за развитием событий. Артур Бигнов, Ильдар Каемов, телеканал ЮТВ.